Здравствуйте! С вами доктор Найра Вилумян и это передача «Будьте здоровы!». Сегодня мы продолжаем разговор с Еленой Белобородовой, кандидатом медицинских наук, психологом, психотерапевтом и психогенетиком. Елена, здравствуйте! Здравствуйте, Найра! Елена, правильно ли я понимаю, что в психогенетическом подходе не имеет смысла приводить ребёнка к психотерапевту, потому что ребёнок – это продукт рода? Да, я согласна с вами, Найра. Когда просят поработать с ребёнком, я всегда говорю, мне нужна обязательно первая консультация или первая беседа с мамой, или даже с мамой и с папой. Потому что просто разобраться в проблемах ребёнка, будь то это проблемы со здоровьем или с его поведением, или с его эмоциональными реакциями. Сначала я хочу понимать и знать, что происходит в семье. Потому что ребёнок – это отражение семьи. А вообще нужен ли ребёнок? На первой консультации нет. Иногда вообще ребёнок не нужен, потому что стоит только изменить какие-то модели поведения и эмоциональные реакции мамы, меняется ребёнок. Да, это очень часто бывает. Вот я тоже так понимаю, из того, что как бы описали, получается. Иногда я прошу ещё родителей или маму, да, или бабушку, чтобы нарисовали вот эти проективные рисунки. Например, «Моя семья» или «Моя семья в роли животных». Удивительные рисунки, когда ты знаешь проективный рисунок и кто есть кто. Да, например, ребёнок нарисовал папу в роли, да, или как рисунок папы – это тигр с открытыми зубами большими, а мама – там лисичка, которая там где-то внизу в рисунке, и он там самый маленький. Ну, то есть проективные рисунки, да, я прошу нарисовать. Поэтому уже знаешь, что происходит в семье. Вы говорите про работу с клиентом. Вы говорите, что это время, да, для того, чтобы изменить паттерны, изменить вот эту программу, нужно время. Даёте ли вы домашнюю работу и должен ли делать что-то человек между встречами или вне встреч вообще с психотерапевтом? Конечно. Я советую всегда писать дневник. Ну, хотя бы несколько слов. Вот сегодня мне было плохо, и я думаю, что это было из-за того, что я поссорилась там, допустим, с мужем, да, и как я из этого выходила. То есть что я делала или там что я делал. То есть дневник. Если это работа с ребёнком, ну, с семьёй в целом, то обязательно дневник. Если работа с ребёнком, то тоже дневник. И я использую ещё один метод, который называется психотерапия материнской любовью. Это метод Бориса Зиновича Драбкина. Это российский или советский детский психиатр, доктор наук, академик, который разработал эту систему, которая называется терапия материнской любовью. Да, это не просто терапия материнской любовью. Это, конечно же, метод, да, где мама изменяет, делает внушение сыну или там дочери, когда ребёнок засыпает. Эту методику я зарабатывал Борис Зинович в течение 20-25 лет. И каждое слово, которое говорит мама, оно продумано. И не только продумано, но использовано в тысячах-тысячах случаях. И вот эта психотерапия материнской любовью, она применяется, когда ребёнок страдает неврозом, недержанием мочи, недержанием кала, инфантилизм, ДЦП, даже в каких-то некоторых случаях, это заикание и многое другое. И здесь, конечно, идёт работа с мамой, чтобы у неё было желание заниматься именно по такой программе. Но это даёт очень хороший эффект. Возраст ребёнка ограничен? Ребёнка даже от самого маленького, месячного, вот, и до подросткового возраста. Но только там уже идёт внушение как бы на его, так сказать, не во время сна. Там есть методы, когда просто учим ребёнка использовать самовнушение, вот так можно было сказать. Метод КУЭ ещё называется. Есть ли какие-то способы, да, когда человек может что-то сделать самостоятельно, без помощи психотерапевта? Может, только нужно этого человека научить, как это делать. И не обязательно тогда разбирать его семейную историю и спрашивать о его проблемах. Просто с чем приходит человек. Ну, например, если бы вы пришли ко мне и сказали, я просто хочу снять стресс. Иногда даже не нужно спрашивать, а какой это стресс. Просто здесь вопрос задаётся, как проявляется стресс. И дать очень действенные методики снятия этого стрессового состояния буквально в течение нескольких минут. И вот этим занимается Хасай Магомедович Алиев. Я с ним лично знакома. Удивительный человек. Сейчас ему 72 года. Он работает в Москве. Ну, кто он такой, я немножко расскажу. Это заслуженный врач Республики Дагестан. Научный сотрудник Центра авиационно-космической медицины. Был раньше. Директор Московского Центра защиты от стресса. Он доктор наук, художник. И я с ним познакомилась сначала заочно, ещё в 90-е годы. Прочитала его первую книгу, которая называлась «Ключ к себе». 1990 год. А затем вот на протяжении уже 35 лет, ой, даже уже 40 лет он занимается вот своим методом, который так и называется «Защита от стресса» или «Ключ к себе». И за это время он написал очень много книг, провёл очень много семинаров, мастер-классов. И вот такие книги, известные его, например, «Метод ключ от комнаты страха твоего мозга» или «Укращение стресса» или «И реализую себя» или «Ключ к успеху». Он действительно стал писать картины, у него очень интересные картины. Терапевтические? И они, да, есть терапевтические картины, но в принципе все они терапевтические картины. И он считает, что именно вот этот метод «Ключ» позволил ему стать художником. Вот. И метод «Ключ» зародился ещё в 80-е годы. Он работал с космонавтами, и в то время его работы были связаны с адаптацией космонавтов к невесомости. Ну и к стрессу, преодолению стресса и перегрузок. И вот тогда он, его задача была создать вот это вот чувство внутренней лёгкости, спокойствия и невесомости. И он стал разрабатывать свои методики, и он нашёл то, что тело и психика связаны, поэтому через тело мы можем изменить своё ментальное состояние и эмоциональное состояние. И он учил космонавтов вот это в 80-е годы. Потом он уже разработал метод «Ключа», я потом скажу, что это такое. И метод «Ключ» он стал использовать в горячих точках. Потом он работал в Беслане, вот теракты, он работал с теми, кто, к сожалению, находился в этих условиях теракта. Вот, и очень помогал им своими методами. Он изучал йоговские методики, очень много йоговских методик, тибетские методики помощи себе. Изучал медитацию, трансовые состояния. Вот, и в конце концов, вот, изобрёл метод «Ключ», так он назвал. Когда, работая с собой, при помощи определённых упражнений, при помощи определённых движений, мы можем изменить своё состояние. Потому что, что такое стресс? Стресс – это всё-таки гормональный ответ организма на какие-то события. Вот, и при стрессе, конечно, включаются резервы, мы адаптируемся при помощи выброса гормонов. И я не буду сейчас говорить, какие там гормоны выбрасываются, но они все выбрасываются в кровь, надпочечники, гипоталамус, для того, чтобы мы могли справиться со стрессом. И поэтому есть несколько вариантов вот таких вот реакций. Когда первый вариант, когда нам надо убежать от стресса, тогда начинает, выделяется адреналин и кортизол. Вот, сердце начинает работать в очень ускоренном таком режиме, да. Голова тоже ясная становится, чтобы нам думать, можно куда бежать. Но для того, чтобы убежать, нам нужны сильные ноги и сильные руки. И идёт перераспределение крови. Второй вариант, когда есть какой-то острый стресс, у некоторых людей они замирают. То, что как бы никуда не бегут, а вот эта вот скованность полная, и всё. И всё забывается, и ни на один вопрос невозможно ответить. Это бывает часто у студента. Как одна девочка говорит, у меня такое состояние, что я всё забыла. Вот я всё учила, но я сажусь отвечать на вопросы, и всё. У меня вот такая скованность, что я ничего не могу сделать. И третий – это уход в депрессивное состояние, в апатию и так далее. Если этот стресс недолго длится, то он как бы сам проходит, и мы в нормальном состоянии. Но если вот эта стрессовая ситуация длится долго, и мы не можем справиться, это касается и нашей жизни, и отношений, и денег, и детей, то у нас накапливается вот этот кортизол и адреналин. В целом Хасай Магомедович называет это адреналиновый шок или адреналиновое состояние. И вот чтобы справиться с адреналиновым этим состоянием, вот первое, что он рекомендует делать и помнить об этом, вы должны сделать несколько упражнений, которые как бы отвечают вашим запросам. То есть у него главное – это синхрогимнастика, которую нужно делать. То есть такие упражнения делать, которые синхронизируются с внутренним состоянием человека. Но он приводит вот четыре обязательных упражнения попробовать, во всяком случае, для себя, когда мы делаем упражнение, которое называется, например, лыжник. Упражнение лыжник, когда человек встает, я могу это немножко показать, но такие упражнения, когда мы вот делаем вот такое вот упражнение, стоя, да, и делаем это в течение минуты. Или его любимое упражнение – это хлёст руками, когда мы вот себя вот так вот как бы бьём по плечам. И вот это упражнение делается в течение минуты, потом переходим к лыжнику, потом ещё есть упражнение. И когда мы делаем эти упражнения, у нас снижается уровень корсизола, адреналина, потому что мы что-то делаем, потому что тратится адреналин и корсизол. И в течение пяти минут, если мы сделаем все подряд эти упражнения, как бы мысли уходят, и голова вот успокаивается. Вот это первое, чему он учит своих студентов. И самое главное здесь, чтобы тело как бы отвечало на эти упражнения так автоматическими реакциями. Если мы начали что-то делать, ну, например, вот качаться или лыжник там, да, и потом это идёт автоматически. Мы не думаем уже, как это сделать, нам просто хочется это делать. И когда вот автомат уже появляется, автоматическое такое состояние, то мозг освобождается, раскрываются сосуды, уменьшается количество адреналина и других каких-то гормонов, выделяется эндорфин, серотонин, и мы уже не в стрессовом состоянии находимся. И буквально это пять минут, и вы можете помочь себе. Это называется синхрогимнастика. Это первые вот его были упражнения, которые он описывал в 90-м году, вот в этом, в своей книге «Ключ». И, конечно, у него сейчас очень много есть упражнений, методик, которые позволяют нам быстро выйти из стрессовой ситуации. Это не значит, что мы работаем с причиной стресса. Нет, это, если мы делаем это каждый день, или, как он говорит, ну хотя бы три раза в неделю делайте, вы всё равно будете легче переносить стрессовое напряжение, вы лучше будете сдавать экзамены, вы лучше будете общаться, но нужно это делать. Вот это вот упражнения эти как бы на первом месте. Вот Алиев говорит, что синхрометод – это синхрогимнастика, но у него есть ещё такое упражнение, которое называется стресс-тест. И он тоже говорит, если вы овладеете стресс-тестом, то вы поймёте, что вы можете входить вот в это состояние полёта, расслабления, нейтрального состояния. И он всегда приводит со своими клиентами, он работает, он всегда говорит, вот в каком вы сейчас состоянии? Вот давайте посмотрим, вот ваша рука, он показывает руку, да? Вот здесь это нулевое состояние, это нирвана, это спокойствие, а вот это десять – это ваш стресс. Ну вот в каком вы месте находитесь? Ну, допустим, там пятёрка. Но вы хотите же изменить что-то, вы хотите быть более спокойным, ну давайте бы сейчас поработаем, и вы посмотрите, в каком вы состоянии будете находиться. И вот он ещё в 90-е годы очень интересно и проводил мастер-классы, он тогда был моложе, он учил людей вот этому стресс-тесту – это расхождение и сведение рук, и левитация руки. Это может делать каждый. И схождение рук, когда мы применяем идиомоторные движения тела, мы сосредотачиваем внимание, например, на своих руках, которые вытянуты перед собой, и представляем, просто очень хорошо представляем образ, что наши руки расходятся в стороны. И через какое-то время мы как бы не своим усилием разводим руки, а руки сами идут. И вот это вот состояние расхождения рук уже успокаивает нервную систему. Стресс-тест. Или потом нужно будет свести руки. Но не сами мы как бы сводим руки, да, а мы должны представить образ, что между руками находится магнит, и он притягивает руки. И действительно руки начинают сходиться. Не у всех это получается, всё зависит от того, в каком мы напряжении находимся, в каком состоянии находимся. Но если мы этому обучаемся, то мы можем всегда применять это на практике. Если у нас что-то, негативные мысли в голове, они всё время нам мешают спать, жить, и мы всё время думаем о чём-то плохом будущем, то чтобы снять всё-таки на какое-то время высокий адреналин, мы можем использовать вот этот стресс-тест. И дальше он учит людей, и я тоже своих клиентов этому учу, это левитация руки. Когда мы тоже, руки находятся в свободном состоянии, мы можем сидеть, стоять, но во всяком случае мы представляем, что наши руки поднимаются вверх. Только образ. Здесь не надо поднимать. Это идиомоторные движения. Идио – это образ, а моторика – это моторные движения, которые делаются не целенаправленно нашим мозгом, а другой частью нашего мозга – ствол головного мозга, спиной мозг. И голова как бы освобождается. И когда руки поднимаются вверх, мы можем в этом состоянии находиться и минуту, и две, и три, и даже больше, потому что это очень приятное состояние невесомости. Мы как будто летим и представляем, что руки наши – это крылья, и мы летим, полёт, и так хорошо становится, действительно хорошо становится. И после этого человек успокаивается на какое-то время. Но если он постоянно находится в стрессе, если он будет это делать хотя бы несколько раз в день, но это очень быстро всё делается, то он поможет сам себе, потому что стресс в конечном итоге приводит к множеству психосоматических заболеваний. То есть не является как бы основной причиной, но всё-таки он почву создаёт очень хорошую, потому что нарушается кровообращение, нарушается капиллярное кровообращение в тканях, потому что, ну, так вот работают наши гормоны стресса. Поэтому сейчас даже такие заболевания, как онкозаболевания, здесь тоже есть стресс. Я так понимаю, в этой технике работает и, да, и воображение, и тело. Да, и тело. И вот этого будет достаточно для того, чтобы себя, по крайней мере, на определённом уровне, эмоциональном поддерживать, чтобы тебя вот так вот не кидало наверх-вниз, да? Конечно. Но только нужно об этом помнить. И если у тебя есть уже мысли какие-то негативные, которые тебя преследуют, да, это будет отражаться на теле, то есть тело будет реагировать. Это может быть учащенный пульс, это может быть повышение сахара в крови, это головные боли, это плохой сон, это нарушение работы кишечника. Это ещё пока не заболевания как таковые, но предвестники уже есть. Поэтому здесь, конечно, нужно работать с тем, чтобы снять это напряжение. Вот. И у него очень много интересных таких методик, не только вот эта синхрогимнастика, про которую он говорит. Есть ещё и, например, ключевое дыхание. Мне очень нравится его техника. Она не связана с какими-то движениями. Он говорит о том, что есть ключевое дыхание, я сейчас расскажу, что это такое, и волна, вот так называется у него, ключевое дыхание и волна. И он говорит о том, что если у вас есть какой-то стресс, ну стресс, напряжение, и вы всё время об этом думаете, вы просто сядьте или лягте, и всё внимание на своём дыхании. Но не так, как обычно, там вдох, выдох, вот сколько мы делаем, там, на 4 вдох, на 8 выдох, ещё там. Вы просто внимательно слушайте и чувствуете, где теплее в дыхании. То есть тепло у вас идёт, когда вы вдыхаете, или вы больше чувствуете тепло, когда вы дыхаете. И вот когда вы будете внимательно слушать, чувствовать, то через некоторое время вы расслабитесь. И если вы к этому ещё добавите вот это упражнение волна, то есть вам захочется покачаться, это вот как синхро-гимнастика, или вот в эту сторону, или вам захочется покрутиться, то добавьте к этому ключевому дыханию вот эти вот ещё движения. Может быть, говорит, вам захочется плакать, или вы захотите закрыть глаза, но вы будете уже в другом состоянии, вы будете в спокойном состоянии, что и нужно. И когда вы встанете после вот такого упражнения, вы почувствуете действительно спокойствие, даже подумаете, а что я до этого думал, почему я об этом думал. Или вот один из методов тоже мне нравится, когда, как он говорит, стресс вместе с расслаблением. Так, он приводит пример, что если вы в таком состоянии, вам нужно выступить, например, где-то, или сдать экзамен. Говорит, попробуйте научить себя, сожмите очень сильно кулак, очень сильно кулак, это стресс. А теперь представьте, что вот в этом стрессе, там где-то в руке появляется тепло. Ну, как будто бы там стоит ваша кроватка, и там так хорошо, тепло, и вы там лежите, и вам так хорошо в этой кроватке лежать. Стресс есть, но вы представляете, что там тепло. И через некоторое время вы почувствуете, что вы никакого стресса нет. Вы можете стоять с этим кулаком, но у вас там уже тепло, и у вас там расслабление. И у вас вдруг проясняется голова, вы ясно мыслите. То есть это уже относится не к ключу, который первый он делал, это у него же есть ключ один, ключ два, ключ три. Это использование стресса для того, чтобы творчество активизировалось, или для того, чтобы мы решали проблемы более, наверное, быстро. Вот. Поэтому вот таких вот очень много у него маленьких приемов, которые может обладеть человек, и у него будет действительно спокойствие. Из всего набора вот этих инструментов, как понять, который подходит именно тебе, именно в твоем случае, и будет работать лучше? А это, как он говорит, это при помощи перебора. Ну, то есть надо попробовать и то, и другое, и третье, и почувствовать, на что откликается твое тело, и твоя голова, твой мозг. Поэтому не всем, допустим, левитация руки, не все могут это делать. Расхождение рук тоже не у всех получается. И здесь какие-то движения нужно понять, что тебе хочется делать. Вот, например, когда ты находишься в стрессе, и ты дрожишь, да, Хасай Магомедович говорит, что не надо бороться с этой дрожью. Наоборот, потряситесь побольше, вот сколько можете потрясить, потому что, когда вы трясетесь, тратится опять же адреналин. И вы потряслись там три минуты, остановились и вдруг чувствуете, что никакой дрожи нет. То есть нужно понимать, что в этот момент нужно. Или вам хочется, например, просто покачаться. Вот вы стоите, да, у вас какие-то мысли негативные, но вы раскачиваетесь при этом. Раскачиваетесь дальше. И при этом еще он рекомендует так, если у вас есть какие-то мысли, говорите их вслух. Не кому-то, просто себе. Например, я беспокоюсь, что у меня не будет денег. Я беспокоюсь, что меня выгонят с работы. Я беспокоюсь от того, что там чего-то не получу. Я беспокоюсь, что муж такой-то и такой-то. Мой ребенок меня не служит. Прямо проговаривайте, проговаривайте и проговаривайте. Если в это время вам хочется какие-то движения делать, делайте еще эти движения. И даже если вы проговариваете шепотом, или даже можете вслух, или даже можете петь свои негативные вот эти вот мысли, то через какое-то время вы увидите и почувствуете, что вы гораздо спокойнее становитесь. То есть, получается, ты просто из себя выпускаешь это, да? Да, выпускаешь, не зажимаешь где-то там, разрешаешь это, да? Да, разрешаешь себе вот это, наверное, даже не расслабление, но отпускаем то, что нам не нужно, потому что длительный стресс, хронический стресс, это самое негативное, что может быть. Иммунная система дает сбой, активность ее понижается, и мы, ну, заболеваем. Иногда вроде бы здоровый-здоровый, потом думаешь, а что было? Может, какой-то стресс перенесли, и что так вот среагировала иммунная система? Или дети, например, тоже болеют. Этому можно научить детей. И он всегда говорит, что надо учить детей, чтобы они понимали, как снимать стресс, как снимать свою агрессию. Так что дети все это могут делать. Например, у него есть такое упражнение, которое называется «Шалтай-болтай». Но в чем оно заключается? Это когда человек стоит и как бы двигается вот руками вот в разные стороны, да, вот так вот автоматически, что это делают часто дети. Он говорит, я эти упражнения некоторые, я посмотрела у детей. Ребенок волнуется, и вот он начинает болтаться туда-сюда, или он начинает вертеться в разные стороны. И если вы научите детей, что вот ему, например, он узлится, или он не может выполнить какое-то задание, уроки какие-то, да, не заставляйте его в этот момент делать уроки. Просто научите его немножко расслабиться, именно вот при помощи упражнений, не то, что это он будет там лежать или медитировать. Нет. Упражнения дадут ему возможность заниматься. И получается, что вот если человек будет практиковать вот эти ключи, да, Елена, то правильно я понимаю, что эмоциональное выгорание, да, ему уже не страшно? Ну да, если так, то да. То эмоциональное выгорание не то, что не страшно, он будет знать, как с собой работать, когда у него появляются эти признаки эмоционального выгорания, потому что их столько, начиная с головной боли, с нежеланием идти на работу, с раздражением, с агрессией. Это всё тоже эти признаки, да, или слабость, обасть. А можете сказать, какие, вы говорите, их много? А что, например, чтобы человеку понять, что вот это у меня, вот я уже не туда иду, я уже к эмоциональному выгоранию. Первое, наверное, это чаще человек заболевает ОРЗ, ну и просто вирусными заболеваниями. Вот, чаще начинает болеть голова, хотя раньше не болела. Слабость или апатия, да, вот, ну нету сил, нету сил идти на работу, не хочется идти на работу, хотелось бы чего-то другого. Ещё один симптом – это нарушение желудочно-кишечного тракта, очень часто начинаются запоры или наоборот. Какие-то боли, они такие гуляющие боли, то коленка заболеет, то сердце не так работает, то есть психосоматика начинается. Вот здесь вот уже надо подумать, а что происходит? Потому что эмоциональное выгорание – это не только работа, да, эмоциональное выгорание – это ещё семья. В смысле семья? Семья – это когда для женщины, например, она устает от того, чтобы всё время угождать мужу. Постоянно нужно готовить много, постоянно на ней много очень ответственности за поддержание в семье комфорта, уюта, плюс ещё своя работа какая-то есть, которая ещё, может быть, не нравится даже женщине. То есть источник выгорания эмоционального, не только работы? Конечно, нет, конечно. Это отношения очень часто. Вот поэтому, как говорит Хасай Али, я бы хотела, он говорит, чтобы этими методами владели все люди в разных странах, потому что это приведёт к здоровью. хотя он сам сейчас не может двигаться, потому что, как я поняла, у него была какая-то травма шеи, и поэтому он, конечно, работает сам с собой, и он всегда приводит примеры, что ему трудно засыпать, и вот он тоже ключевое дыхание делает, или другие какие-то упражнения. То есть он работает сам с собой и проводит вебинары. Платные, бесплатные, всё это он проводит, и на Ютубе очень много записей есть. Ну вот. Это его фраза такая, «Делай как легче тебе, но думай о своём». То есть даже когда ты делаешь симфоногимнастику, то есть какие-то упражнения, думай о чём думается. Не надо заставлять себя прекрати думать, прекрати думай о чём думается. И через минуту уже голова как бы пустая становится. Ну не пустая, но, во всяком случае, там уже нет тех мыслей, которые были, допустим, минуту назад. Такое хорошее пожелание, да, чтобы закончить, да, работая над собой, потому что на самом деле инструменты есть. Есть, конечно же, инструменты есть. И стоит человеку показать, и главное, чтобы человек это потом делал. Потому что самая большая проблема, наверное, в том, что когда человеку рассказываешь и показываешь, и он научается это делать, когда он со мной находится, но когда стрессовая ситуация забывается. Вот это самое главное, наверное. Поэтому здесь нужно написать себе какой-то там плакат, «Делай вот так», вот, чтобы я не забывалась. И это действительно притворялась в жизнь. Это всё очень важно. Спасибо большое, Елена. Это была передача «Будьте здоровы». И с вами была доктор Наира Вилумян. У нас в гостях была Елена Белобородова, кандидат медицинских наук, психолог, психотерапевт и психогенетик. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова